Дорогие друзья, здравствуйте! Мы начинаем наше сегодняшнее занятие, и она будет посвящена очень красивой теме, теме, посвященной отделке текстильных изделий. У этого понятия существует очень красивое название, а именно басонные изделия, басон. Есть еще такое слово, как позумент, например. Есть такое слово, как оторочка и отделка. И нам, как профессионалам, естественно, нужно понимать, чем отличается басон от позумента и отделка от оторочки, например. И вообще синоним или это. Какими словами нам нужно пользоваться для того, чтобы правильно доносить свои мысли или красиво говорить на профессиональном текстильном языке. На самом деле басон это практически понятие французское, естественно, это понятие, французское слово, которое именно характеризует практически все декоративные текстильные изделия, служащие для украшения текстильных изделий. То есть это кисточки, это тесьма, это шнуры, это различные, вплоть до вышивок в том числе. То есть все то, чем мы можем украсить текстильные изделия, сделанные, естественно, тканые, плетеные, это басонные изделия. Канты, различные декоративные вставки, это не совсем басонные изделия, это по-русски называется оторочки или более современное слово, которое хотя, в принципе, достаточно широко использовалось в 19 веке, отделка. Отделка как, с одной стороны, это как глагол, то есть это действие от глагольного слова, а с другой стороны, как уже конечный результат. Кант, оторочка, чем-то. То есть отделываем мы чем-то, хотя это тоже можно сказать, что некая отделка существует в текстильных изделиях, ну платье, например, потому что по большому счету все то, что мы сейчас с вами будем говорить, это прежде всего, конечно, естественно, декор одежды в первую очередь. И первую картинку, которую мы вам сегодня покажем, Андрей, включите, пожалуйста, этот калаш, будет связана с Францией. И для меня Франция и время, стиль Марии Антуанетты напрямую связаны с басонными изделиями. Почему? Это ее годы правления и годы жизни попали на конец 18 века. Естественно, это эпоха рукоко, практически переходящая уже постепенно в, так сказать, роскошном неком своей интерпретации. И басонные изделия в это время, они, пожалуй, получили совершенно фантастическое применение. Ими украшались бахромой, тесьмой, кисточками, разными розетками украшались не только текстильные изделия шторы, балдахины, пуфы, но и, естественно, туалеты. Туалеты дам и мужчин. Естественно, это все стоило очень дорого. Почему? Потому что это дело все вручную, и, собственно, и делается до сих пор. Кисточки и всякие штучки вручную. И существуют в Европе до сих пор мастера и мастерицы, которые до сих пор это делают как в уникальных единичных экземплярах. И, естественно, когда мы говорим о басоне, о басонных изделиях и о позументе в том числе, а позумент это, прежде всего, естественно, тесьма. Тесьма, которая тоже служит для отделки, но тесьма, прежде всего, сделанная из золотых, серебряных, ну и как более дешевый вариант медных нитей. То есть там, где есть металл, это тканная тесьма, то это позумент. Но по большому счету позумент можно назвать и басонными изделиями в том числе. То есть басон это все. Это все то, что у нас служит для, именно сделанное служит для декорирования текстильных изделий, прежде всего. Давайте посмотрим дальше, что у нас происходит с картинкой. Сейчас Андрей переключит ее. И еще раз некий такой посыл, что такое басон и что такое позумент. Сейчас пойдет следующий слайд. Конечно, это красивые вещи и существуют до сих пор. Мы понимаем, что те, кто сталкивается с басонными изделиями высокого класса, то что это очень-очень-очень дорого. Дорого и... Я не вижу слайд. Андрей, включите, пожалуйста. И очень, конечно, эффектно смотрится. Так вот, посмотрите, с верхней части композиции у нас коллажа. Эта кисточка сделана вручную. Это, по-моему, достаточно современная вещь, хотя сделана как стилизация. И здесь расшивка идет с золотыми нитями. А в нижней части композиции это уже позумент, то есть тесьма. И это наши изделия, тоже XIX век. А в нижнем левом углу мы, в принципе, вот эти декоративные штучки, мы их тоже можем назвать басонными изделиями. Почему? Потому что если есть понятие слова тканая и то, что украшает текстильные изделия, то это можно назвать басоном в том числе. Хотя, конечно, они достаточно далеко уже ушли от тех замечательных кистей, от той бахромы, которую мы привыкли подразумевать под этими названиями. Естественно, когда мы говорим об отделке, об декоративной отделке текстильных изделий кистями, бахромой, то это, конечно, предполагается как некоторое создание атмосферы. Атмосферы разные. Андрей, включите, пожалуйста, следующий кадр. Но вот это реальный проект, это дача, дача в Звенигороде. И здесь не дворцовый интерьер а-ля Мария Антуанетта. Это такая вот некая дачная интерпретация. Но если повнимательно посмотреть на эту картинку, где есть куча разных вещей, которые собирала хозяйка и собирает на протяжении своей жизни, на протяжении путешествий, то вот это басонное изделие в виде пумпонов, она, конечно, создает определенную атмосферу. Если бы там был простой край шторы без пумпончиков, запущенных по тесьме, то атмосфера от этого уголка комнаты была бы совершенно иной. То есть мы до сих пор используем эти вроде бы достаточно устаревшие изделия, устаревшие вещи, как басонные изделия в наших интерьерах 21 века. Почему? Потому что они создают определенную атмосферу. И вот когда очень хочется украсить как и себя, я не даром сегодня одела вот эту побрякушку. Почему? Потому что когда ты начинаешь работать с отделкой, то по большому счету первый посыл, служащий для декоратора приступить, рассматривать огромное количество каталогов разного уровня басонных изделий, это именно декорирование, то есть создание определенной атмосферы, использование штучек, кисточек, бахромушечек и так далее. То есть это совершенно иное творчество. Уже после идет, конечно, после подбора всех основных тканей и всех основных изделий. Давайте дальше. Андрей, включите следующее. То же самое. Вроде бы кисточка в этой шторе, которая перегораживает зону холла и дальше ведет в зону гостиной. Достаточно современный интерьер. Это видно, такой замиксованный интерьер, такой очень собранный не дизайнером, а заказчиком самостоятельно. Я участвовала там только как текстильщик. Поэтому разные вещи существуют в одном пространстве. Почти не такое нечто эклектичное, почти барочная консоль. И дальше мы видим глиняный пуф очень современный. Но отделка шторы двухсторонней кантом, как мы, вот эта полосатая ткань, и кисточка уже совсем другого типа, с не абсолютно классического вида, как в Риммон-Марии Антуанетты конца XVIII века, уже совсем современной интерпретации, добавляет, конечно, некую атмосферность. И вообще-то даже несколько примеряет пафосное входное пространство с более таким аскетичным и демократичным пространством входной гостиной группы. Вот эта кисть, ее форма, ее ощущение нечто среднего стиля между классической формой, но при этом современной интерпретацией, почти даже этно, некая такая вот игра в этно, дает возможность примирить два совершенно разных эстетических направления в одном пространстве. Идем дальше. Ну и, во-первых, конечно, это просто красивые вещи. Вот здесь одна из моих фотографий. Даже не важно, что это, где это находится, эта банкетка, она находится на сундуке в спальне какой-то, на нем лежит такая же подушечка, опять же, с теми же пумпончиками. И смотрится это очень-очень приятно. Очень приятно, причем потому что каждый из этих изделий, банкетка, подушка на банкетку оторочена просто руликом из той же ткани, а подушка чуть-чуть иного тона оторочена пумпончиками. Ну вот это, кстати, было мое увлечение пумпончиками, поэтому они будут повторяться. И действительно получается так, что когда ты работаешь с отделкой, то ты находишься в определенных стилистических увлечениях. То тебе нравится одно, то тебе нравится совсем другое. И вообще-то для декоратора это та самая дамская, ну, дамская, в большей степени я вижу, что в эти штучки играют дамское окружение, то есть женская половина, большая половина текстильных декораторов. Пойдем дальше. Ну и оторочка мехом, это, конечно, уже классическое сочетание. То есть меховой кант, да, но по-русски звучит это, конечно, лучше, если покрывало было оторочено, а не отделано именно, в данном случае, норкой. И здесь уже идет два таких способа декорирования. Это мех, оторочка мехом через позумент, через тесьму с... Ну, подразумевается, что она должна была быть сделана золотой нитью. Конечно, это была эта имитация, это вискозная имитация, но подразумевалось, что это золото. Поэтому оторочка мехом через позумент. То есть я наговариваю определенные термины, которыми хорошо бы владеть текстильным декоратором, дабы изъясняться с заказчиком на правильном текстильном языке. И сразу возникает вопрос. На верхней части композиции у нас с вами, к части окна с римской шторой, с отделанной шнуром и кисточкой, опять же, тоже по краю римской шторы, по скобке пущен позумент. Работать ли это в одной коллекции или в разных? Мы посмотрим, что, конечно, классически создается одна коллекция, где есть набор элементов. Это как кисти большие и малые, как подхваты, кисть-подхват, разные бахрома, разный позумент, разная тесьма и разнообразные шнуры. То есть они преподносятся как определенная коллекция, и все текстильщики об этом знают. Я это напоминаю для тех, кто нас смотрит, не являющиеся до сих пор профессиональным текстильщиком, но работающие как декораторы. И есть ходы, когда мы можем смешать разные басонные изделия из разных коллекций, но при этом, естественно, некое стилевое однообразие должно в этом случае присутствовать. Ну, плюс еще некая эластическая общая гамма тоже в том числе. Андрей, давайте посмотрим дальше. Ну и вот, собственно, поближе как раз детали отделки текстильных изделий. И оторочка, и позумент, и басонные изделия в виде кисточек. То есть, видите, я набираю дальше, дальше, дальше текст, чтобы мы уже понимали, о чем идет речь. Пафосно, дорого, однозначно дорого. И здесь именно статус добавляет не только мех, но и, конечно, прежде всего те самые басонные изделия, которыми отделаны все текстильные изделия в этой комнате. Идем дальше. Ну, а по большому счету это, конечно, увлечение. И я поставила в нашу с вами декоративную, визуальную инсталляцию вот эти фотографии. Почему? Потому что зайцы-то зайцами. Это были подарки, я уже показывала их подарки в свое время детям Лужковой. Это один из номеров класса люкс в санатории Отрадном. И в нижней части композиции были сфотографированы подушки. Это называется «Мне очень нравилось увлекаться». Вот видите, сколько тут различных шнуров, бахромы, ткани. То есть я в это время наслаждалась работой с отделкой. А поскольку бюджет был достаточно неограниченный, его оплачивала мэрия Москвы, то разгуляться в этом можно было. Но и при этом было увлечение достаточно малыми формами. То есть не гиперподушки, а какие-то малые думки, которыми можно было общаться и практически с которыми можно было играть. Поэтому для того, чтобы начать отделывать что-то, помимо того, что мы работаем в стилях, здесь, конечно, должна быть, наверное, интерес самого декоратора к достаточно длительному и внимательному декору, и внимательному отношению именно к отделке. Андрей, давайте дальше. Ну вот еще, опять же, те картинки, которые вы уже видели, это тоже санаторий Отрадная, другой номер. И тут, по-моему, был Звениград все-таки. По-моему, да, там классический интерьер, а в Отрадном все-таки более легкие элементы. И здесь тоже достаточно много отделки. Отделки разные. С одной стороны, коллекция, которая не очень хорошо видна, была отделана гостиная в стиле, в таком этно. И, естественно, все кисточки и басонные изделия были сделаны из очень такой вот облегченной совершенно темы. То есть хлопковые нити, цветные достаточно нитки сами по себе. А в нижнее более классическое, это кусочек спальни. И тогда для меня это, еще раз повторяю, было совершенно нормально миксовать в одном пространстве. Тут вам туаль почти дежуи, некий авангард 60-х годов и некое этнопространство. То есть тогда это казалось очень весело и интересно. Ну, я напоминаю, что это 2000, наверное, 2000-й или даже 98-й. 2000-й год. 2000-й год. Поэтому интерьер 18 лет назад был сделан. И, естественно, тогда это все было как-то возможно. Сейчас я смотрю на это с очень таким теплотой и некоторой иронией к собственному декоративскому творчеству. Но потом не забываем, это все-таки общественный интерьер. Это номер в санатории. Идем дальше. И вот здесь начинается уже история у текстильщиков, когда, почему я опять же показываю эти пледы, когда способы отделки начинают отрабатываться на малых формах. И здесь что мы видим? Мы здесь видим двухсторонних изделий. Раз. Обработка руликом по периметру два. Канты три. И позумент. Ну, не позумент, это басон. Помню, что позумент это тесьма. И басон в виде, опять же, тех же мохнаток, пумпончиков четыре. То есть все виды отделки, которые возможно было придумать в этом пледе, они были использованы. Но это, опять же, такие декораторские были опыты с малыми пледами, с малыми формами, где нужно было замиксовать разные ткани, отделать эти изделия и как-то декоративно их подать. Я не могу сказать, что это было сделано удачно, но, опять же, на тот период это было достаточно интересно. Во всяком случае, цех отработал технологии, а я отработала понятие комбинации кантов, двухсторонности, руликов и басонных изделий. И что же выяснилось? Что если у нас появляются, например, контрастные цвета, то они должны иметь поддержку. В конкретном изделии это достаточно сложная история, и тем более это связано с интерьером. Если эта штучка в интерьере не смотрится достаточно органично, то она будет достаточно странно смотреться во всем интерьере. Но вот эти примеры более-менее ничего. Черный с желтым, красный с черным. То есть все более-менее неплохо. Будет потом картинка, где я абсолютно оказалась недовольна вот этой подобной же замиксовкой. Давайте добавку включим на следующую картинку. Ну и стиль. Естественно, стиль декорирования определяет использование отделки. И для удовлетворения, пожалуй, запросов до сих пор в классическом интерьере, а он до сих пор идет, и он будет еще идти, несмотря ни на какие журналы, несмотря ни на какие тренды и так далее. То есть запрос на классический стиль, он будет. Естественно, запрос на коллекции позумента и вообще в целом басонных изделий в классическом стиле, он, естественно, будет. Огромная существует подборка подобных каталогов и в коллекции от Daylight. И я взяла, пожалуй, такую достаточно эффектную историю. Почему? Потому что мне нравится в ней сама по себе классическая кисть. Она хороша по своей структуре. И, естественно, она всегда представлена, помимо того, что существует кисть-подхват, он, может быть, напоминаю для тех, кто не только начал работать, не только во двух вариантах, точнее, в двух кистях, но и с одной. Плюс еще, как правило, существуют маленькие кисточки, которые вот в этой коллекции достаточно масштабны. Если обратили внимание на спальню с мехом, то там кисточка гораздо изящнее. И, естественно, если бы была бы вот в той отделке не требовалась тогда кисть, то это бы не пошла, она слишком массивная. То есть нужно было бы искать гораздо малую форму. То есть порядка 12 сантиметров при форме самой кисти. И огромное количество здесь басонных изделий, плюс еще некоторые элементы тесьмы, то есть того самого позумента. Но опять же, я позумент называю в кавычках, потому что золота здесь не серебра, а тут нет. Хотя тесьма. Кажется, что по большому счету, скорее всего, какие для этих коллекций существуют ткани? Ну, естественно, те каталоги, которые сделаны по тому же принципу. Вот они. Например, из коллекции Айко есть чудесная книжка разных вышивок, жаккардов в очень таких новомодных цветах. Ну, естественно, здесь есть однозначно еще коллекция в ахроматизме, для которой подобная отделка вполне может служить. И вы можете легко, используя эти две книжки, одна из тканей, другая из позумента, собрать вполне себе классический интерьер, но не в стиле уж Мария Антонетта, хотя здесь есть вышивки чудесные совершенно, но не совсем рукоко, уже более классические. Но тем не менее, мы можем до сих пор еще удовлетворять свои потребности своих заказчиков в имитации стиля а-ля Франции начала XIX-го конца XVIII-х веков. Хотя, естественно, это стилизация. Стилизация – это неподлинные копийные орнаменты, неполные так называемые историзмы. Для историзмов нужны французские специальные бренды, которые до сих пор ими занимаются. Например, такой бренд, как Тосинари и Шотель, они занимаются именно воссозданием, ну, практически создают историзмы в подлинной технологии, в подлинных рисунках с теми же самыми масштабами. Но поскольку они работают с шелком, то в вискозной коллекции работать будет с ними сложно. В этом случае мы должны будем подводить позумент или пассоны до того же уровня, что и подобные ткани. Поскольку здесь смесовка, то в этом случае они находятся на одном уровне происхождения и вполне могут существовать в одном пространстве. Как это можно проверить? Вообще работают ли вискозные вещи с шелковыми, опять же, тканями. Ну, например, это самое простое сочетание. У меня где-то здесь зарыт каталог шелка в коллекции нашей тут. А, вот он. Сразу же возникает вопрос. Можно ли комбинировать вот подобные вещи из вискозы с натуральными волокнами? Я уберу сейчас активную фуксию с внешнего раздражителя. Возьму что-нибудь более хроматичное и его приложу. Вот здесь сложно. Почему? Потому что он дикий. Здесь есть выделка. Ты понимаешь, что к классическому интерьеру подобный шелк не имеет отношения. Поэтому сразу же понятно, что эти две коллекции будут смотреться достаточно сложно друг с другом. Хотя есть некие внестилевые элементы, которые не имеют отношения к неким классическим интерпретациям. Вот такие. И вот здесь уже да. Но это уже у нас появляется такой практически почти гламур. Да? Такой на грани. Но специфичная совершенно комбинация. Почему в этот шелк может работать с подобной тесьмой? Потому что он не представляет собой дикий, так называемый. Он с выделкой. Он не гладкий. Это не атлас. Если это был бы атлас, то это смотрелось бы очень странно. Почему? Потому что шелк проявил бы свою самодостаточность. Здесь возникает вопрос. Ну, собственно, хорошая очень, как у нас тут нашлась, из той же самой категории, из той же коллекции, вот эта подушка с изящной, пожалуй, отделкой. Вот такой бахромой, таким басонным изделием, абсолютно подобранным в цвет. И в данном случае они создают ощущение не кича, а очень симпатичной вещи, самодостаточной. И при этом достаточно элегантно поддерживающей весь орнамент на самом вензеле. То есть, пожалуй, вот эта подушка, она будет хороша в такой облегченной, классической, например, спальне, вполне в своем законченном виде. Можно ли менять по цвету? В данном случае сразу же хочется спросить. Басонные изделия в интерьере. Вполне возможно. Посмотрите, если повнимательно рассмотреть эту бахрому с маленькими бусинами, то она практически натурального цвета, от разных оттенков айвори. Я принесла с собой кисть из этой же коллекции в цветах основного вензеля. Даже немножечко с элементами розовинки. То есть, они не точно попадают, но находятся в той же самой коллекционности. То есть, по большому счету, если у нас на больших плоскостях, или, допустим, как на малой, вот здесь, на подушке, есть в той же коллекции цвет более монохромный, то мы вполне можем с малой насыщенностью использовать крупные элементы формы, такие как кисти, вместе, одновременно. Ну или, например, у нас на шторах будет какая-то бахрома, а на тюле у нас появится вот такой монохромный бахрома из вот этих бусин. Тоже это вполне возможно. А кисти будут подхвачены с цветом, с каким-то достаточно с нейтральным. Тоже это, в принципе, возможно. Возникает вопрос, а как подбирается вообще отделка с точки зрения первичности чего? К ткани? К чему? К мебели? Или с точки зрения стиля? Каким образом? Естественно, стиль – это понятие первого значения. Почему? Потому что пространство существует у нас в определенном стиле, это раз. Оно может быть организовано. Пишу, говорю, как организовано. Почему? Потому что даже в неких современных модернистских интерьерах творят классические, условно говоря, классические интерьеры. Поэтому будем так говорить, что сотворение некого стиля, оно, естественно, является определяющим. В этом случае для выбора позумента. Почему? Потому что он имеет характерные особенности. Ритм, витеватости, наличие тех или иных кистей. И почувствовать, как, допустим, классическая кисть отличается от кисти более восточной, но это можно по тем формам, которые присутствуют в этих двух изделиях. Ну вот даже две, два подхвата абсолютно разные стилистические. И самое интересное, что даже ткани, которые обладают некой такой внестилевой мимикрией, они в зависимости от той отделки, которую мы будем использовать, мы сможем играть в них в разные стилевые вообще направления. Я взяла черный вот эту тему вот здесь и приложила к ней какую классическую стиль, что знаете, классическую. Это кисть, которая создана по подобию аналогов конца, ну, начала 19 века, конца 18. Приложила ее вот сюда. Ну, будем считать, что у нас а-ля Мария Антуанетта. Хоть и не хватает мне розового цвета, позуменьте, но в целом он может быть. Давайте уйду тогда вообще на хроматизм. Сюда. Вот он. Пусть будет так. Если я меняю эти вещи, ну, пусть птица будет останется, вот так, поярче хотя бы будет. Вдруг я ее заменю на другую отделку, ну, например, просто на другую кисть другой формы. В этом случае дам немножко поддержку зелени в виде, например, того же самого писташкового шелка. Вот так. Чуть больше добавлю зелени, чтобы она была поярче и поведнее, будем так говорить. И уже у нас с вами появится игра не в Версаль, не в классику, а в некую практически сказку Шехерезады, а-ля. А уж если насыщенность шелка увеличить в большей степени, то подобная эстетика проявится еще в большей степени. То есть получается интересная вещь. С одной стороны, стиль пространства, он определяет выбор позумента и выбор вообще басонных изделий. А с другой стороны, выбор басонных изделий даже в неких, внестилевых вещах, он может создать ту или иную атмосферу. С одной стороны, это может быть классика. С другой стороны, игры в некие восточные интерпретации. А в третьей мы можем вообще отыграть совсем в облегченную современную историю, если использовать кисти, которые очень чем-то близки на классический вариант, но достаточно уже отинтерпретированы достаточно далеко. Потому что, посмотрите, эта кисть может быть как здесь, хотя бы смотреть, насколько она упрощает в этом случае вышивку. Так и вполне может участвовать уже и вот в этой истории. Вполне. Даже она здесь будет смотреться гораздо легче. Почему? Потому что у нас начинает срабатывать ассоциация с какими-то там лошадиными историями. Нечесанным хвостом или что-то такое. Но кисть, конечно, она живет в шоуруме, поэтому она такая бывалая достаточно для жизни. То есть здесь возникает сразу же вопрос, какую тему мы отыгрываем. И в этом случае какая отделка нам будет нужна. На слайдах здесь это история, конечно, Звенигорода. Это классический особняк 19 века. И использование моделей, использование отделки и различных басонных изделий в этом интерьере, они достаточно были хороши. Почему? Потому что они не противоречили интерьер, экстерьеру, ансамблевой группе, вообще парку и так далее. То есть тому месту, в котором находились эти номера. Они, конечно, немножко смешные. В них появляются необходимые предметы антуража времени. Это такие, как телевизоры и всякие магнитофоны. Но они были по большому счету сделаны по принципу именно классических решений. Пожалуй, неплохо смотрится шелк с, в данном случае, с вискозной бахромой. И достаточно неплохо. Почему? Потому что рядом находится ткань, которая имеет вискозную вышивку. То есть чуть-чуть мне немножечко это, конечно, бьет глаз сейчас. Почему на шелке, на таком эти интересном, тафтовом существует вискоза. Но если ты смотришь на шторе вместе, как-то это немножечко примеряется. И тем более, опять же, на шелке у нас это не атласное переплетение. А это некое полотно с, опять же, с такими спродерами, с завитками, с ниточками утолщенными. Поэтому он не очень качественный. Вот это тоже такая вещь, которая позволяет существовать вискозной, в данном случае, бахроме. А вот с левой стороны это полиэстровая тафта, и вискоз там живет уже очень хорошо. И в этом случае подборка уже идет не в цвет в цвет, а под архитектуру самого пространства ванной комнаты. Там есть решение контрастное, светлое, с темным деревом. И, исходя из поддержки подобного решения, было решено выбрать вот именно отделку для этих светлых штор в тон деревянных вставок в этой ванной комнате. Пойдем дальше. Ну вот, опять же, пока редко очень показывают картинку то, что касаемо сверху. Почему? Потому что там, понятно, что у нас идет тесьма. Это не, опять же, повторяю, не золотая, не серебряная, а некая тесьма. Можно назвать опозументом, но, опять же, условно. По краю шторы. Но в верхней части у меня очень... Единственный раз, когда я сделала и больше никогда не делаю. Это вафельная складка, заложенная вручную. Очень сложная штука с точки зрения изготовления. В цехе этих пар было у нас три окна, то есть шесть штор. И швее пришлось закладывать эти складки ручками, сделать защипы. Это все сделано было достаточно долго и муторно. И, к сожалению, эффекта такого, как предполагалось, это не дало. Что стало очень таким неприятным откровением. Плюс еще было понятно, что вафельная складка не имеет возможности двигаться. Если она будет двигаться по карнизу, то в этом случае это будет смотреться вообще отвратительным совершенно образом. То есть она должна всегда быть в максимальном раскрытом состоянии. Позумент был из той же коллекции, что и в отделке и подушек римской шторы. И, пожалуй, одно из удачных решений в данном случае в этой спальной комнате было в том, что отделка бахромой с кисточками под хлопковую римскую штору. Это было очень удачно. Это получилось. Позумент на шторе, бахрома на римской шторе. Как-то все это было очень тогда казалось очень уютным. И, естественно, с той же коллекции были отделаны подушки тоже бахромой и, по-моему, каким-то достаточно таким мохнатым шнуром по периметру. Одна неприятность в этих вещах в том, что им невозможно чистить. То есть любая отделка, любые басонные изделия – это изделия, за которыми не ухаживают. То есть их можно пылесосить, но чистить, стирать их нельзя. И вот это была, конечно, интересная вещь. Почему? Потому что номер-то фактически это же как отель. То есть это номер, закрепленный за конкретным человеком, за конкретным чиновником. Но при этом это все-таки гостиница, и поэтому эти изделия должны были чиститься. Но они как-то с ними, удивительный совершенно персонал, очень бережно обходились. Они как-то их чистили, как-то за ними ухаживали. И достаточно длительное время подобная спальня сохранялась в первозданном совершенно виде. То есть пожилов. Но, конечно, для заказчиков надо предупреждать то, что вся отделка подобного типа, она абсолютно одноразовая. Как это можно выяснить? Всегда на каталогах, а вот здесь его, кстати, нет, этого ухода, но обычно на каталогах с подобными вещами всегда есть уход. И можно посмотреть, что не стирать, чистить под очень большим вопросом. Но кисточки, бахромушки, они будут терять, конечно, форму. То есть приводить в состояние после чистки незакрепленные кисти, они, как правило, незакрепленные, это будет достаточно сложно. Это будет невероятная совершенно бог весть, на что похожая вещь, если мы получим ее из чистки. То есть их надо будет реставрировать, ремонтировать, подшивать, обрезать, парить и приводить в первоначальный вид. То есть, с одной стороны, это красиво, но с другой стороны, относимся к этому как к отделке конца 18-го, начала 19-го века. Ну, сносили, значит сносили. Вот и все. То есть испачкалось, значит испачкалось. Идем дальше. Вот из, опять же, того же времени опыты разные. Мне нравилось использовать басонные изделия повсеместные, в том числе на тюле. И здесь, конечно, на тюле, чем он был хорош, эти бахромушечки? Тем, что они были мелкомасштабные, и в этом случае они не меняли текстуру самого тюля. Кстати, тогда я поняла, как работает цветной тюль. Он действительно добавляет солнце, в данном случае он был золотистый, добавляет совершенно невероятное количество солнца в интерьер. То же самое, как цветные зелененькие, синенькие и другие цвета добавляют синего света, зеленого и так далее. То есть, если уж хочется цветной тюль, то пусть он будет хотя бы желтый. Ну, лучше, конечно, золотистый. Тогда солнце будет повсеместно. Но вот в этом случае было понятно, что все-таки без штор тюль и верхняя австрийская штора внутри римской, это не совсем удачное решение. Все-таки для того, чтобы все смотрелось уравновешенно относительно вертикали, нужны еще дополнительные вертикальные плотные шторы. Тогда я бы смотрела все хорошо, потому что на предыдущей подобной отделке картинки, где у меня шелковый подшторник отделан бахромой, там это не вызывает никаких вопросов, потому что по периметру установлены жаккардовые шторы. То вот здесь, поскольку это фотография, это не чувствуется, но в пространстве это хорошо очень видно. То, что тонкий тюль не может уравновесить верхнюю массу части. Андрей, дальше. Второй вопрос. Каким образом нам их нужно устанавливать на сами по себе изделия? А вот здесь возникает интересный совершенно способ. Конечно, с точки зрения масштаба, чем шире позумент, тем лучше. Но если он бывает такой, вот только определенной толщины, то как с этим вообще дальше быть? И вот здесь было принято решение, для того, чтобы по массе увеличить саму по себе отделку, пустить два раза одну бахрому. Одна идет с тесьма плюс бахрома, другая просто тесьма. Пустить их на уголок, почему? Потому что будет подхват. И, естественно, в этом случае штора должна была быть не на отлетной, а на подкладке в виде мешка. Как у нас есть такое понятие, как подкладка-мешок. Из той же коллекции были подобраны бахрома на диван по нижнему периметру и бахрома на подушке. Поскольку эти подушки существовали только в этом пространстве, вот это контрастное читание бархата и бахромы здесь было абсолютно оправданно. То есть это были абсолютно конкретно диванные подушки, которые могли перемещаться по пространству, но при этом, поскольку гамма была всего интерьера красно-зеленоватое бордо, то в этом случае все это посмотрелось достаточно естественно. Подкладка у меня в этом случае была зеленая под отделку, под басон самого изделия. Нет, а там был еще синтепон. Я тогда увлекалась еще синтепоном, поэтому это была такая пухлая барыня на вате с бахромой, с цветной подкладкой и с розовыми вензелями на периметре. Вот такой классический номер, опять же, в отеле Протон существовал. Андрей, давайте дальше. А вот это уже домашний приватный интерьер, это детская комната, и, конечно, в этом случае все басонные изделия служили уже для поддерживания, прежде всего, классического стиля, потому что дом, в принципе, был сделан в классике-классике, и много золота, мрамора, позолота, настоящее внутри, в пространстве. Это не Рубелли, это Гастон Даниэлла. Да, очень похоже. Очень похоже, но это абсолютно точно, это был Гастон. И целиком коллекция Туаль-де-Жуи, то есть а-ля Жуи, вот со сценками из жизни эпохи Рукако, напечатанная на шелке, но поскольку весь дом был в классическом стиле, то детскую комнату решили сделать тоже в классике, но уже в облегченной. Шелк там не использовался, там использовался только хлопок, принты эпохи Рукако, и весь басон был тоже достаточно хлопковый, такой облегченный. Опять же, пумпушки, рулики не было, здесь были фактически бахрома по периметру подушек, опять же, пумпончики и шнуры на валиках. Плюс еще вот замечательная совершенно была симпатичная пуговица, опять же, на валик. То есть практически вся, ну не вся коллекция, а несколько элементов формы здесь было использовано. По каким принципам выбирается то или иное из коллекции? Потому что мы еще раз повторяем, понимаем, что этих элементов их много. Каким образом их комбинировать? Что брать, а чего не брать? Вот возникает вопрос. Вот это, допустим, весь разворот. Принцип триединства формы, который у нас существует при комбинации рисунков. Когда мы говорим, то что, хорошо, если мы решаем, что у нас кисть с вами будет, это первый выбор, что у нас кисть или подхват. В данном случае, конечно, самое эффектное то, что в этой есть коллекции, это вот эта кисть. Она может быть одинарной или двойной. Есть в коллекции более упрощенная кисточка. Если мы используем более упрощенный вариант, то, естественно, скорее всего, бахрома более декоративной быть не может. То есть существует статус от главного, а это прежде всего подхват, к второстепенному. То есть практически получается интересная вещь, что бахрома с подобными же кистями, которые на самом подхвате, может быть в этом месте, может быть подобная штучка, такие как столбики, ну и все, в принципе, остальные тоже могут быть относительно большой кисти. Но если это будет малая, то бахрома, украшенная очень декоративными штучками, такие как вот эти кисточки, уже там быть не может. Почему? Потому что она более декорированная, она более статуснее, чем малая кисть. И вот здесь возникает вопрос. Статусность изделий, естественно, они идут от главного, прежде всего, от того подхвата. То же самое, если у нас на шторах появится подобный просто плетеный подхват, то, естественно, никакие подобные серьезные бахрома с кисточками и с вот такими столбиками уже быть не могут. Это очень статусные вещи. То есть к подобному подхвату мы можем использовать, естественно, всю тесьму, которая здесь есть. Может быть, под вопросом подобная структура, потому что она на шторах смотрится не очень хорошо, она лучше смотрится на подушках. Ну а в качестве, если нам потребуется какая-то бахрома, то самые нейтральные вещи здесь, это нижняя часть, просто бахрома с кисточками, ну или вот такие вот бомбошки, которые тоже могут быть. Это как бы второй уровень декора. Делать ли нам вот подобную штучку с двумя, такую полу-кисть, да, полу-куколку, вот с подхватом, это уже возник, поэтому некоторый вопрос, насколько он декоративный. На самом деле он достаточно мелковат, поэтому вот эту кисть я бы не стала делать. С полноценными кистями однозначно да, с подхватом нет, с кисточкой полу надо посмотреть на эту кисточку в натуре. По рисунку не решила бы, то есть мне нужна была только кисть в натуральном масштабе. А вот подхват и непонятного стилизации бахрома с бусинами вполне возможно. Почему? Потому что он нестилевой, она внестилевая, и здесь мы можем просто, так сказать, минимально отдекорировать с максимумом эффекта. Почему? Потому что они будут, конечно, блестеть и переливаться до невероятности. Но в этом, кстати, может получиться так, что если они будут блестеть и переливаться, что подхват будет немножко слабоват относительно этой бахромы. То есть вроде бы мы работаем с одной коллекцией, здесь все понятно, но существует своя иерархия с точки зрения декора. Самое важное в этом подборе, это, конечно, тот подхват, в который мы участвуем. Вплоть до того, что бывает такое, что шторы не украшаются никакими басонными изделиями, кроме кисти подхвата, если нам это требуется создать какую-то иллюзию классического интерьера. Андрей, давайте дальше посмотрим. Ну вот еще тоже показано в этом же пространстве детской комнаты австрийская штора. Не австрийская, а французская штора, как в виде тюля и просто сборчатый ламбрикен, украшенный тем же самыми пумпонами. Андрей, давайте дальше. А вот это пример, это тоже пространство того же дома, это уже комната мальчика. И здесь декор присутствует, но в очень минимальных и аскетичных вариантах. На шторах есть бахрома, очень простая. Подхват шнур, кстати, о чем я и говорила, то есть простая бахрома, шнур и отделка подушек просто вот такой вот бахромой в виде ершика. Здесь очень минимальный декор, никаких кисточек, ну кисточки есть на шторах, но они тоже очень простые. То есть мальчик, никаких пумпончиков, никаких таких кисточек, там, естественно, этого нет. Все гораздо проще. Но некое единое стилевое решение, оно как-то присутствует по всему пространству дома. Еще такой вариант отделки, в данном случае покрывал, это была стежка вот такими же квадратиками, нечто похожими под элементы декора. Что-то есть там в мебели, что-то есть еще в пространстве. Просто такие элементы, как розетки на покрывале. То есть, когда мы создаем определенные текстильные изделия, мы подбираем не только ткани, которые подобны стилю, подходят под стиль этого пространства, но и подбираем модели изделий, которые, опять же, стилистически могут подходить под этот интерьер. И с другой стороны уже решается вопрос, отделка как избыточное украшение нужна там или нет? Нет, потому что отделка это всегда избыточность. То есть, украшение может быть, а может его не быть. Но вот если оно появляется, то появляются дополнительные декоративные элементы, дополнительная избыточность декора. Ну, по-моему, то, что есть в торт вкусный, так еще и сливки, и еще в сливках еще вишенки. То есть, вот вишенки это как раз именно то, что связано с басонными изделиями. Андрей, давайте дальше. Ну, конечно, они создают определенную атмосферу, и каждая вещь, когда она украшается, она служит неким таким приятным моментом, который заставляет человека, когда он к ним пользуется, испытывать определенные эмоции. Вот здесь выкладка подушек на диван, и они, конечно, приходили в этот интерьер с разной периодичностью. Часть там есть две моих, две не моих. И, что значит, вы моих я сделала, потом ушла в декрет, доделала уже другая, декоратор. И общая, конечно, концепция есть, но концепция была такая, нравится, не нравится больше всего. Нравится, не нравится заказчице. Вот я видела там что-то, вот мне это хотелось бы. Вот такой стиль из серии персональной, персонификация конкретного заказчика. Но, по большому счету, использование отделки в таких изделиях вполне возможно. Здесь они абсолютно разные. На маленькой подушке это вышивка и аппликация ручная, то есть это делалось на вышивальной машине. Кисточка из какой-то коллекции, и дальше пуговики с кантиками, с роликами. Это просто сшитая вещь, на самом деле, вплоть до обтяжки пуговиц. То есть способ. И что мы здесь наблюдаем? Что, по большому счету, в обычных домах это возможно, но, когда ты декорируешь сам, то стилевое решение всей отделки, оно должно быть вообще-то единым. Либо мы расшиваем и аппликацизой занимаемся раз, либо мы устанавливаем кисти два, либо мы шьем. Хотя, если это все сделано в одном стиле, тогда это все возможно. Почему нет? Кисть должна быть под вышивку, аппликация тоже под кисть, и все элементы шитья должны стилистически подходить под первое, под второе, под третье, друг с другом. Здесь они все разноватые, вообще-то разные. И поэтому есть некое такое... Не совсем декораторское решение, не совсем правильное. Но, с другой стороны, может быть, в этом есть своя прелесть. И что еще смущает? Смущает, конечно, переобивка дивана, потому что к нему, если правая часть, красная подушка и подушка с пуговицами еще подходят, то голубая и подушка с вышивкой уже однозначно нет. Это разные ритмы, разные стили, и они уже диссонируют. Но в доме бывает так, что то, что нравится, оно присутствует при любом стилистическом разнообразии. Андрей, давайте дальше. А вот это как раз чудики, которые точно совершенно оказались не совсем удачными опытами моего декораторского искусства, будем так говорить. Когда уж оню занесло, так занесло. Вот это меховая отделка подушки с какао-бобами. Но мне нравится, потому что она, конечно, смешная. Это очень ироничная вещь. С другой стороны, получается, что отделка, она может быть не всегда статусной, а достаточно ироничной. И вот с точки зрения приема ироничного дизайна, ну да, это вот смешно. Так смотришь, и как-то забавная, на самом деле, штука. А в нижней части плед делался как очень серьезная вещь, но он просто не получился. Поэтому желтые помпончики на синем канте, понимаю, что контраст, почти контраст дополнительных цветов, но смотрится как-то очень неубедительно. Какой-то легковесный помпон на фоне рядом с вензелем, достаточно таким интересным ткани. С другой стороны, почти коракульча. И, в общем, как-то, как-то, при любой иронии он неудачный, показался этот плед. Может быть, если бы здесь был бы коричневый помпон и коричневый кант с шерстяной, все бы село бы тогда легко. То есть, можно сделать вывод, что если что-то смущает, что хорошо бы, чтобы отделка была в цвет ткани. Тогда она будет не противоречить. Потому что, если мы вспоминаем подушки, которые я показала первые, лиловые на лиловом, там как-то все это легло. Есть отделка, но она почему-то не противоречит, потому что к самой ткани она подходит абсолютно. Она ее просто додекорирует, но не контрастирует. Вот здесь появляется контраст, и контраст вызывает двойственность восприятия. Если есть двойственность, то это значит нет однозначно. Андрей, давайте дальше. Современная отделка. Показываю ее. Почему? Потому что, когда мы говорим про модернистский и современный интерьер, что там вообще может быть? Какие басонные изделия? По большому счету, существуют, конечно, коллекции, которые в этих рамках могут работать. Например, вот этот подхват с деревянными элементами, с обтяжкой, тесьмой, он достаточно, могу сказать, что воспринимается как модернистский. И если ткани какие-нибудь льняные или шерстяные, то вполне они могут добавлять какого-то интересного акцента в друг с другом. То есть вполне это может быть. Единственное, конечно, если мы будем работать с более тонкими тканями, например, как вот этот, полутюб, то в этом случае вступает некая... По стилю-то они похожи, но в некоторой степени все-таки противоречие. Почему? Потому что в этом случае подхват, во-первых, он смотрится тяжеловеснее, чем сам по себе полутюб, и он вступает в некое противоречие с точки зрения рисунка. Поэтому, когда идет подбор того или иного изделия, то в этом случае с одной стороны стиль, понимаем, что он разный, поэтому нет. А с другой стороны, уже если они стилистически в одной существуют системе, то здесь уже работает формообразовательные элементы. По ритму вроде бы похоже, но этот подхват претендует на степень главности. Хотя, может быть, если это будет тюль, а к нему будет штора вот такая, и на нем будет подхват, вот в этом случае может появиться какое-то интересное взаимодействие квадрата с кругом в этом случае. Такой почти а-ля супрематизм с элементами ручного ткачества. Но вот здесь что? Какая идет отделка? Это уже не какие басонные изделия, а это уже элементы, конечно, пошива. Это вот такие ушки, когда просто идет отстрочка по периметру самой наволочки. И синие подушки сделаны по такому же принципу. И, пожалуй, еще важным, главным элементом отделки в модернистском интерьере это уже работают сами по себе швы. Вот если внимательно посмотреть на картинку в нижней части, вот этот обычный простой на матрасник, он отдекорирован только лишь вот таким расстрочным двойным швом. То есть он немножечко разложен и еще раз прострочен. И вот этот шов, который приходит на угол, такой у нас получается угловая расстрочка, он служит максимальным украшением этого матраса. То есть вот такой совершенно другой способ. А вообще-то любое изделие, оно, естественно, требует определенной отделки, то есть определенного декора. И в зависимости от стиля вы должны его, как профессионалы, текстильщики, его выбрать. Какая это будет отделка? Более эффектная с помощью разнообразия позументов, но может быть не совсем уместная, либо минимальная с точки зрения декора, но при этом максимальная с точки зрения самого качества пошива. То есть мы играем на швах, мы играем на формах изделия, мы играем, естественно, на ткани, и мы играем на минимальных отделках, вот таких вот, как некие прострочки, проушки и так далее. Ну, естественно, канты, которые тоже являются как неким способом отделки и возможности оторочки изделий, тоже вполне возможны. Идем дальше. Ну, вот здесь, пожалуй, я считаю, один из удачнейших кантов в декоре римской шторы. Мы его смотрим как бы снизу и вверх, она находится достаточно высоко, это лестничный проем, и здесь отделка кантом по периметру из той же ткани, только у нас меняется расположение в этом случае елочек. Елочка идет вертикально, а кант у нас отделка этой елки перпендикулярна относительно направления основного рисунка. и углы под 90 градусов по нижней части. И вот получилось очень здорово. Модернистский интерьер в таком деревянном доме, где обилие льна и шерсти, и при этом отделка есть, но она очень такая скрытая, то есть это на уровне практически пошива. То есть ткань к ткани она подходит, ткань не меняется, просто меняется направление рисунка. И в этом случае это выглядит очень-очень-очень эффектно. Естественно, конечно, поскольку на ткани есть рисунок, то рапортное однообразие должно обязательно появиться. Это всегда, это уже начинает работать как на уровень отделки этого изделия. То есть если есть рисунок, он всегда, повторяю, это понятно для текстильщиков, он всегда работает как рапортный повтор. Андрей, дальше. И уже отделка в модернистских интерьерах, это прежде всего, конечно, еще раз повторю, пошив. И вот здесь простая шерстяная штора отделана в данном случае такой косой бейкой внутри шва. То есть, что забавно, что на лице просто штора, а наизнанке вот такая декоративная отделка контрастным маленьким кантиком, таким плоским, как, ну, по другому названию это называется косая бейка. Но она не готова, она сделана в данном случае с, наверное, это какой-то цитатный шелк или тафта, которая пошла на отделку этого подгибки этой шторы, подшивки этой шторы. И повторилась уже в декоративном решении верхней части под тесьму. то есть, это скрытые вещи, на которые видны только тогда, когда ты подходишь и общаешься с изделием. Идем дальше. Еще одна скрытая отделка для декоративных изделий. Это бархатные шторы, я тоже их показывала на каких-то там других наших темах. И уголок этой шторы на изнаночной стороне. То есть, это штор на подкладке, подкладка здесь был шелк, было такое эффектное решение у заказчицы. И состыковка бархата с шелком с лиловым шла через тонкий, буквально там двухмиллиметровый рулик. Вот такое вот было решение. Почему? Потому что за эту штору можно было попасть. Там был дальше эркер, эта штора перегораживала часть пространства и появлялся эркер. То есть, это практически и не двухсторонняя штора, но в этом штора, которую видно. То есть, иногда видно с иной стороны. А дальше был подшторник. Вроде бы видно и не видно. Но если ты вдруг и до нее дотронешься, это в принципе нормально, то ты видишь, что она сделана по достаточно высокому качеству с точки зрения пошива. Идем дальше. Ну и опять же, в современных интерьерах, которые претендуют на некий элемент такой а-ля какой-то классики, тот самый подхват, который может сыграть максимально декоративную роль, он работает как основной элемент. Здесь никакого больше басонных изделий никаких нет, никакой тесьмы, никаких кисточек, никакой бахромы. Есть только эта кисть, и она, конечно, определяет прежде всего основной декор и работу с этой шторой. По большому счету, на самом деле, я вам признаюсь, что пошел подбор этих тканей именно от кисти. Причем, потому что понравилась кисть прежде всего. То есть, а потом был сделан подбор тех, той ткани, которая максимально подчеркивала эту кисть. Это бисер с длинным таким, достаточно нитками. Бисерная головка у нее. И она, конечно, красивая сама по себе. Здесь уже такой сработал некий девочковый эффект. Когда видишь красивую вещь, хочется ее использовать. Но вот мы нашли такое решение, что сделали, подобрали к этой кисти достойное текстильное продолжение. Подушки тоже отделаны, но отделаны самым демократичным способом. Есть такое понятие, как рулик из той же ткани. И вот рулик из той же ткани это хороший способ подделки практически всегда во всех же изделиях, во всех подушках. Почему? Потому что подушка смотрится закончена. И в этом случае появляется уже некое декоративное ощущение. Вот здесь рулик сделан из бархата, в данном случае из ткани в цвет основного полотна, но это тоже очень хорошее решение. Почему? Потому что цвет бархата абсолютно подобран под те элементы рисунка, которые здесь присутствуют. Более того, соблюден еще контраст фактур, более глянцевый жаккард с ворсистым бархатом дает приятное ощущение общения с этой подушкой. Плюс еще тактильное ощущение, потому что сам по себе жаккард он холодоватый, немножко колкий, но когда ты берешь за ушки подушки и у тебя ладошка касается бархатного ролика, он добавляет мягкости и приятности касания вот к таким изделиям. А подушки мы выбираем по принципу именно тактильного приятного общения. Не только декор, но прежде всего это вещь, с которой приятно общаться. Кстати, вот эта подушка, с ней тоже приятно общаться, потому что маленькие бусинки из ткани, они там имеют внутреннюю такую бусину, они тоже достаточно имеют приятное ощущение тактильного общения с изделием. Так. Андрей, давайте дальше. Еще одна тоже современная история с очень таким своеобразным интерьером, это практически кич, я его тоже называю такими вещами, с леопардовыми меховыми рисунками, с бархатными чехлами на атаманку, с маленькими кисточками на жаккардовых римских шторах, то есть игра как бы в классику, но немножко в таком тропическом кичевом оформлении, с достаточной степенью эронии. Это игровая комната для девочки-подростка, то есть она полуигровая, но уже не совсем игровая, она вырос чуть-чуть. Ей порядка тогда было лет наверное 12. это девчонки, ну то есть предполагается, что сейчас ей уже это 14-й год, сделан был где-то полтора года назад этот интерьер. Чем мне он здесь нравится? Тем, что да, есть эффект некого кичевого ощущения за счет как раз леопардовых меховых подушек, но отделка всех бархатных элементов идет опять же из рулика той же ткани. И вроде бы отделка есть, но она абсолютно минимальна. Если бы там были бы бусинки, стразики, то кич бы пошел на кич дальше. То есть это был бы такой эффектный достаточно хороший гламур. Но поскольку отделка минимальна, то вот этот вот двойственное стилевое решение оно снимается и облегчается. Поэтому отделка, как правило, говорят таким образом. Если есть возможность недоукрасить, то лучше недоукрасить. Ну если уж украшаешь, тогда это нужно подбирать очень-очень-очень долго и абсолютно полно. Идем дальше. Канты. С одной стороны, кант это декоративный элемент. То, что мы видели на римской шторе, он служил как именно создание вещи. А с другой стороны, это производственная необходимость бывает порой, когда нам нужно увеличить высоту шторы или увеличить высоту шторы прежде всего. И здесь это опять же номера, коммерческие номера в гостинице, в больнице в Отрадном. Не знаю, существуют они сейчас или нет, но вот тогда казалось, что они должны быть там. И там должно быть повеселее, чем просто как больничная палата с жалюзи и так далее. Там должны быть шторы. И эти ткани, которые можно стирать, у них не хватало высоты по высоте, они 2,80, высота там больше 3 метров, и в этом случае нужно было делать надставки. Надставки можно было делать либо из той же ткани, либо вести декоративный кант. Кант здесь сыграл хорошую роль, ну и поддержки этому желтому на канте появилась новая отделка, отделка нам покрывали. То есть вот такая производственная необходимость, но при этом создание уже немножечко такой повеселее истории для больничного номера. Андрей, давайте дальше. Еще один номер, я его уже показывала, здесь тоже было много басонных изделий, бахрома по шторам, бахрома на подушках, рулики на, рулики бахрома на подушках, бахрома на юбке под покрывалом, ее здесь не видно, сейчас будет еще одна фотография, там будет понятно, что там, Андрей, приключите на следующую, пожалуйста, картинку, видно, что там есть еще юбка по кровати, там тоже та же самая бахрома. Но почему я показываю оторочкой, мехом в нижней части композиции, то что вот там стыковка идет две ткани без некого проходного элемента, и здесь этот ткан смотрится очень странно, если не видеть одновременно подушки, лежащие на этом покрывале, то есть изделие должно быть, когда мы работаем с различными позументами, сделанное в самодостаточном неком законченном своем собственном варианте, без поддержки ничем более. если исправлять сейчас покрывало, которое уже не исправишь, я не знаю, живо оно или нет, но надо было пускать нечто третье между двумя этими элементами. Как это сделано на покрывале на нижней картинке? Мех, позумент, ткань. Точно так же два вида ткани, либо рулик, либо какой-то шнур, либо какой-то позумент. То есть что-то, то, что отделяет первую ткань от второй, иначе они подходят очень грубо, практически как плитка к паркету. Вроде бы и нормально, но если паркет сделан таким образом, чтобы плитка подошла через паркетную окантовку, то он воспринимается гораздо легче. Андрей, давайте дальше. Ну и еще раз повторяю, что отделка, конечно, это великая вещь, когда мы делаем очень простые изделия. Вот этот стульчик в принципе ни о чем. Это просто полосатая ткань для кухни в а-ля туаль-де-жуи. Там есть еще тоже ткани с рисунком. Австрийская штория сделана из той же полосочки, но при этом чехол решен только лишь за счет того, что у него есть на углах встречная складка, на спинке эта встречная складка закрыта на пуговках из той же ткани, по периметру рулик из той же ткани, по периметру спинки и сиденья. То есть практически минимум иных тканей тут вообще никаких нет, никакого позумента, никакого гибасона, но при этом много достаточно отделочных элементов в виде пуговиц, в виде рулика и в виде дополнительных таких элементов, как складка на углах и сзади чехла. И вот в случае изделия смотрятся каким-то уже достаточно законченным и возможным для существования. Андрей, давайте дальше. Иногда отделка она добавляет статуса для самой ткани и вот эта банкетка с очень смешными валиками пожалуй неплохое, удачное, контрастное решение с точки зрения отделки относительно ткани. Но не совсем, конечно, контрастное. Там есть, хотя нет, красного там нет в этой ткани, там есть зеленый лиловый, красный внесен намеренно туда в виде канта по периметру валика и пуговки, которая оттянута из того же бархата. Но при этом это смотрится достаточно так забавно и смешно. Но этот бархат появляется в подушках гостиной, то есть концептуально он имеет свою поддержку. А подушки сделаны уже просто, то есть практически никаких переходов. Есть у нас бархат зелененький, зелененький рулик. Есть у нас бархат бордовенький, такой же бордовенький рулик. То есть они в этом случае очень деликатные. Отделка есть, но она минимальна. А минимальна это есть тот же самый рулик из той же ткани. Андрей, давайте дальше. И по большому счету это достаточно хороший и пока один из моих излюбленных ходов, чтобы как-то отделать подушку. Либо это те самые ушки, которые были показаны, либо это подобная отделка руликом из той же ткани. Вариант только идет в толщине. Он может быть разным. Он может быть подполще, как на верхних шерстяных подушках, либо потоньше, как на этих хлопковых. Но при этом подушка смотрится завершенно, но она не... Но она не... Эта отделка не противоречит самой подушке. К тому же за этими подушками легко ухаживать. Почему? Потому что, сейчас повторяю, у басона есть такое неприятное качество. Он не выносит ни стирки, ни чистки. Рулики выносит. Нормально совершенно к этому реагирует. Потому что это та же самая ткань. Андрей, дальше. Тренироваться я всегда рекомендую на малых формах. Появляются остатки от выпада от рапортов, какие-то срезки, от браковки. Их пускать на какие-то штучки в виде мешочков, сумочек, штучек и так далее. И там, опять же, из возможных остатков цехи скомбинировать рулики, беечки, вставочки, кантики. Все, что возможно сделать и придумать в виде отделки для текстильных изделий, пытаться скомбинировать в этих малых формах. Во-первых, риск с точки зрения ткани минимален. Вы оплачиваете только работу, в данном случае, швеи, но при этом нарабатываете огромное количество вариантов и видов отделки. И вы видите уже конечные изделия, понимаете, может оно так существовать или нет. Если это изделие может так существовать, значит подушка сможет тоже так выжить или покрывало. Но риск совершенно уже минимальный, а глаз в этом случае ставится на толщину этого рулика, еще раз повторю, он бывает разный, на комбинацию тканей между собой, на подкладку цветную, если вы вдруг ее хотите использовать или двухсторонность изделия, на способы обработки. Здесь, например, в этой сумке, там в верхних краях сумки есть вставки, то есть там прутики. Даже не прутики, а подъемные пруты квадратной формы для римской шторы, еще старого образца, когда у нас были барабаны. И вот эти вот прутки туда пошли в вшитый шерстяной чехол, причем такая же шерстяная подкладка, и вставлены ручки, а там шнур внутри опять же обшит. То есть с точки зрения технологии изготовления подобной вещей, надо было, конечно, поломать голову и мне, и технологу, который потом давал это в пошив. То есть как это сделать, чтобы это было чисто, красиво, и так, как у меня нарисовано. Я поняла, что это, конечно, овчинка выделки не стоит, потому что с точки зрения технологии это безумно дорого. Выглядит не так, как это стоит. Андрей, давайте дальше. Ну и сейчас последние проекты, которые идут, я их тоже уже показывала. Когда они будут реализованы, я посмотрю, как это будет сделано. Здесь, поскольку ребята, архитекторы, очень любят канты, везде они, собственно, использованы. И у нас будет штора с кантом, причем контрастный, но хотя бы у нас будет переход через темную контрастную вставку на бархатную окантовку шторы, то есть жаккардовая рисунка, гороховая жаккардовая ткань, дальше тонкий рулик из коричневого бархата и бархатный кант. Но когда мы делаем вот подобные вещи, здесь есть поддержка с точки зрения подушек. Я лично этого не люблю, но поскольку я работаю с архитекторами, я веду на ту идею, которая уже была утверждена у заказчика, и это ему нравится. Ну, значит, будут беречь эти подушки, чтобы была поддержка в канте. Ширина канта, откуда она берется? Она берется из архитектурных модулей, то есть ширина канта соответствует, например, ширине, как он называется-то, боже мой, отделки наличнику двери у шкафа. Вспомнила. То есть есть некие модульные характеристики, в которых отделки должны быть встроены. Они не берутся вот так вот, вот так вот. Они берутся совершенно четко из того архитектурного решения, в которое мы вписываем штору. Почему? Потому что штор принадлежит стене. Значит, она принадлежит ордеру, в который мы вписываем это текстильное изделие. Значит, все модули, которые существуют в этой шторе, должны соответствовать модулю пространства, которое мы вписываем. И ширина канта, она должна соответствовать тем модульным элементам, которые существуют в самом пространстве. Он не существует сам по себе. Если он будет существовать сам по себе, то он будет выглядеть абсолютно инородным. Андрей, еще дальше. Вот еще архитектурная была комната, поэтому, понятно, появился цветной карниз в верхней части композиции. Он потребовал поддержку. Поддержку решили сделать с помощью канта на шторах. Ну, решение, решение, да, понятно, откуда оно взялось. И ширина этого канта, она абсолютно будет завязана по ширине, в данном случае, плинтуса, который обрамляет по верхней части. Но я до сих пор еще пока сомневаюсь, нужно ли ее делать под ширину плинтуса, потому что там совсем 12 сантиметров. Здесь она нарисована чуть побольше, то есть кажется, что хочется его сделать пошире, повыше. Скорее всего, мы будем его делать пошире, то есть не 12, а может быть две ширины этого плинтуса, то есть практически это будет 24 сантиметра. То есть увеличить в два раза этот модуль. Но опять же, не просто так, там не вот так, а именно в определенную кратность относительно в данном случае плинтуса. Вот здесь тоже момент такой идет. кант бархатный, штора тонкая, такая практически как атласная вещь. Какая будет стыковка? Вот когда они лежат, ты понимаешь рядом, что на картинке они смотрятся хорошо, потому что там только два цвета, а на фактурах они смотрятся очень странно, поэтому для того, чтобы мне подвести бархат под штору, мне нужно будет придумать какой-то переход. Самый простой переход это сделать тонкий рулик, из бархата толстовато будет, потому что он будет практически там будет у нас раз, два, три, четыре слоя ткани, причем три из которых это будет не три, половина из которых будет бархат. Какой три? Шесть слоев ткани. Кант, два слоя рулик и два слоя штора, то есть получается четыре слоя бархата, два штора. Это очень толсто, значит, надо нужно будет, скорее всего, это будет какая-то окантовка из штора потоньше и дальше будет идти бархат. То есть я чуть-чуть увеличу статус самой шторы по весу, чтобы вписать бархатный кант. Андрей, давайте дальше. Ну и еще один тоже проект, который сейчас тоже в работе, тоже может быть, я думаю, что все будет нормально и через какое-то время ткани придут, мы это все сошьем и повесим, можно будет посмотреть, что там получится. На однотонных шторах, в данном случае уже хочется назвать, хоть он и эта тесьма не золотая и не серебряная позумент, потому что он достаточно хорошо сделанный, позументом будут отделаны шторы по внутренним краям. Вот здесь будет вопрос, как их пришивать, близко к краю или все-таки с отступом? Вот возникает сразу же вопрос, где пускать края притачивания этой бахромы, по какому или по какой линии? И это вообще-то решаем мы с вами. Здесь, скорее всего, поскольку у меня есть белое поле, хорошо оно будет смотреться не прям стык в стык, а все-таки с каким-то отступом. Величину этого отступа придет к ткани, буду проектировать. Посмотрю, как лежит бахрома на этой ткани. Либо 0,5 сантиметров от края, либо сантиметр от края. Это уже надо будет смотреть. И, естественно, притачивание этой бахромы будет по линии самой вышивки. Иначе нельзя, иначе нам будет противоречить самому фазументу. То есть, и притачивание, и где эта бахрома будет находиться, мы с вами это все решаем. И мы должны уже... Ну, смотри, скорее всего, это, конечно, на изделиях. Какой отступ? Бывает так, что хорошо в край, а бывает так, что нужно делать с каким-то отступом. Может быть, вообще будет отступ даже не в сантиметрах 0,5 или 1 сантиметр, а на кратность самой бахромы. И, скорее всего, это будет так. Расстояние от края бахромы до вышивки, ну, например, как одна еще раз, такая же, такой же модуль. Либо два этих расстояния. Ну, то есть, какая-то естественность в этих размерах должна быть. Именно относительно позумента и края самой по себе шторы. То есть, в принципе, то, что я говорю, вроде бы, как это естественно, но это очень важно, потому что от этого будет зависеть готовый вид уже изделия. Ну, что у нас здесь осталось? То, что хотелось еще показать, а я никак это не озвучила. Остались здесь у меня слетел микрофон, все, поправлю. Три темы. Почему я их взяла? Потому что они существуют как-то в своих собственных сейчас направлениях, где мы можем использовать басонные изделия по тем видам коллекции, которые мы с вами получаем. То есть, вдохновляешься не только от ткани, с которой ты собираешься работать, но, допустим, вот на эту ткань требуется ли басонные изделия или нет. Сразу же, когда посмотришь, думаешь, зачем она и так очень декоративна. То есть, она насыщена и цветом, она насыщена и рисунком, и здесь, в принципе, можно обойтись и без какого-либо дополнительного декора, потому что уже передоз идет всем. Но, с другой стороны, если очень хочется, то можно. Почему же нет? И каким образом мы подбираем? Естественно, под колористическую гамму, с одной стороны, а с другой стороны, под стиль. Если это тропический китч, то и мы не будем подбирать подобные коллекции, потому что они будут противоречить с точки зрения стилизма самого изделия. А вот такие вещи, которые существуют, оказывается, в коллекциях, вполне возможно. Но при этом ирония этой ткани, она проявится в большей степени. То есть, она будет уже совсем не серьезной, а очень такой достаточно забавной и смешной. Здесь, в этой коллекции, к сожалению, нет никаких кистей. Ну, похоже, что нет. Вот, поэтому возникает вопрос, а если нам очень хочется, то каким образом мы должны подобрать кисть вот к этой коллекции, так, чтобы она не противоречила тем изделиям, которые здесь есть. Ну, как минимум, конечно, цвет нам в помощь. И простые вот эти формы, которые здесь есть, они являются, пожалуй, хорошей альтернативой. Вот. Они не противоречат существованию вот этим вещам. Ну, оранжевого, конечно, нет, но представим себе, что у нас мы берем вот этот безумный розовый цвет под ткань. Проверка идет, ну, какую из них. Ну, можно, ну, например, вот эту, полегче, чтобы. сделаем а-ля тропически классическую гостиную. Какой-нибудь там зимний сад в доме, райские тропики круглый год и звуки какой-нибудь там самбы тоже там звучат. Но при этом классические совершенно формы. Там кресла, подхваты. Тогда это возможно вот такой использовать позумент с подобными разнообразными по цвету кистями. Зеленый может быть? Вопрос. Ну, может быть, только в том случае, если он вот такой. Вот такая история. Если много розового, то, скорее всего, у нас пойдет с вами история либо на розовое-розовое. Если мы хотим использовать нижнюю часть с вот такими бомбушками, то в этом случае кисть становится достаточно легковесной. И вот здесь идет уже утемнение по тону той же модели. и тогда ты понимаешь, что в принципе далековато, конечно, но если очень так прям хочется использовать эти вещи, тогда вот так. А может быть и вообще вот так. Две их повесьте. Сделать имитацию из двойных. То есть я усиливаю с точки зрения объема для того, чтобы поставить на штору подобную бахрому. Здесь появляется и цвет, и двойная какая-то такая ироничная история. Это не будет очень много. Будет очень много. но может быть в этом задача. То есть усилить до невероятности так, чтобы это аж вибрировало своими пимпочками. Но посмотрите, по большому счету это не будет прям так безумно много, потому что я сейчас показываю вам целую раскладку, она несет себе невероятную совершенно информацию. А там, если даже вот эта вот штучка там будет, то ее будет вот так. Вот она. Можно и, может быть, вот очень интенсивный принт. и при этом, ну, почему нет в конце почти те же самые ягодки. Вполне возможно все это быть. Так что вопрос. По плотности выдержат, эти пимпики будут смотреться очень смешно и забавно. Даже, может быть, оставим одну. Мне просто там зелень нравится. Зелени не хватает немножко, когда мы работаем вот так. То есть хочется что-то, какую-то зеленую поддержку здесь. Зелени немножко не хватает. Когда появляется вот так, как-то легче становится всему быть. Почему? Потому что мы смещаем с точки зрения цвета гармоничную картинку уже сделанную. Мы ее перетягиваем на розовое. Слишком розового у нас много становится и нам хочется вернуться обратно в зеленый баланс. Это контраст дополнительных цветов. То есть это, в принципе, все очень просто. Другая интересная тема. Если нам потребуется вдруг, будем совсем такие вещи делать очень смешные, поставить там тюль зеленый, например. Ну уж бить так бить. Итак, там у нас шторы. Вот с такой с отделкой. Зеленый тюль. А если это я еще хочу бахрамы, ну бывает такое, вот прям очень хочется. Можно ли вот этот, вот эту бахрому поставить на вот этот тюль? Возникает вопрос. Кажется, что, а почему нет? Но с другой стороны здесь есть интересная вещь. Поскольку тюль, ну в принципе, почему нет? Да можно. Они с точки зрения стиля очень вольные в этом плане. Но здесь возникает вопрос веса. Здесь бусины, они достаточно тяжелые. Каждый из этих помпонов он сильно тяжело весит. И в этом случае тюль очень пластичный и он будет тянуться. Поэтому с точки зрения нормального текстильного изделия, хотя визуально это можно, лучше этого не делать. Здесь есть более такие облегченные деликатные вещи, которые по весу справятся с этой рыхлой пластичной тканью. То есть декоратор думать не только должен о эстетическом взаимодействии, но и о возможности пришить определенную отделку на конкретную ткань. Выдержит она ее или нет? По весу хотя бы? Она провиснет или что с ней будет вообще? Как она будет себя вести? Потому что когда тесьма висит не идеально по дуге, а с каким-то там непонятным движением, то это смотрится очень плохо. В этом случае тогда уж лучше никакой тесьмы, чем подобные вещи. Так. Радость бытия сделали. Следующая история. Вот у меня достаточно сложная с точки зрения стиля коллекция опять басонных изделий. И здесь возникает вопрос, какие ткани мы должны в ней использовать? Ну, кажется, сразу же решение такое достаточно однозначное, что какие-то жаккарды с каким-то рисунком в принципе могли бы быть. Вот схема, как, например, вот эта ткань с вышивкой. Может она быть здесь? Убираем цветовую информацию, смотрим на практически сближенные по цвету отделку и понимаем, что, ну да, в принципе, конечно, может быть. Почему нет? Вполне. Для какого-то классического интерьера по большому счету вполне можно. Но для декоратора это ход прямой. То есть, когда нужно под эту ткань подобрать отделку в ее стиле. Мы можем сработать по-разному. Предполагаем, что это какая-то классика, хотя это на самом деле не совсем классика, здесь достаточно простой такой ромбический рисунок, это стилизация идет, никакого вензеля тут нет. Но мы можем из этой ткани сделать иллюзию вот такого почти для Марио Антуанетта интерьера. А возникает другой вопрос. А что еще мы можем сделать с подобной коллекцией? Только подобные вещи? Только жаккарды? Только классические какие-то вензеля? Получается, что оказывается нет. И вот здесь для того, чтобы подготовиться к нашему с вами занятию, я начала миксовать. И мне думаю, хорошо, есть ли у нас вензель? Такой классический вензель, но он сделан а-ля фил-купе на тонком льняном на льняной основе и выткан вензель практически вот таким совершенно интересным двуслойным способом. как жаккард фил-купе. Как он будет смотреться? А нам нужно фактически сделать в модернистский интерьер чуть-чуть пригламуренный некий тюль с подхватом. И вот эта коллекция, она уже совершенно спокойно может хорошо отработать. Но в этом случае так нам нужно подобрать цвет. Здесь он есть, посмотрите, здесь есть красивые серые оттенки и даже вот тонкие бусины сна в Зументе вполне могут здесь хорошо добавить некого звона и легкого гламура к этому тюлю. Смягчить его очень сильно и добавить какого-то такого приятного дамского звона. Но при этом оставаться в серых тонах. То есть игры как бы в классику, как бы в гламур, но очень-очень-очень деликатно. Что меня здесь смущает? Меня смущает только конкретная тесьма и здесь возникает вопрос, а нужна ли она нам там или нет? Потому что как мы пришьем тесьму, так она и будет смотреться. Я не обращала внимания на мои картинки, но я зачастую иногда ее открываю, то есть показываю эту тесьму, а иногда ее закрываю, то есть я ее пришиваю под шов и у меня выходит только лишь то, что мне нужно на том расстоянии, которое нужно. Мне здесь нравятся эти бусины. И практически... А тесьма не нравится, она не попадает в ритм и в стиль самого тюля. Тогда я делаю очень просто. Я ее пришлю под сточной шов, оставлю только практически столько бусин, сколько мне нужно будет по ее размеру. Вот. Вот она будет так смотреться. То есть блеск будет, легкий там какая-то серость не будет, и при этом никакой излишней информации в ней не будет. То есть опять же, как ее притачать, как ее при поженить с основной тканью, это наша с вами задача. А вот так, посмотрите, как это было бы. Но что-то не то на самом деле, потому что здесь интереснее именно сама эстетика вот этих бусинок. Вес, он плотный. Здесь нормально это все будет. Немножко будет оттягивать. И, конечно, в этом случае предполагать, что тюль будет висеть прямолинейно, то есть параллельно, перпендикулярно полу, это смысла тогда нет в этих штуках, они смотрятся, когда они вот по дуге, то есть все равно его придется чем-то подхватывать. Здесь возникнет вопрос, а чем подхватывать, если нет кистей, или есть эти кисти, как это будет дальше смотреться, что там будет дальше. Вот с подхватом уже будет вопрос, потому что пумбушки-то тут есть красивые, а дальше куда это придет? Не знаю, есть кисти или нет, понятия не имею. Какие еще ткани могут быть? Льняной какой-то, вот такой, полутюль. Ну, если жаккард попал, значит, и подобная история тоже может быть. Это получается у нас с вами уже такая история, сейчас мне нравится даже с таким свинным золотом. Посмотрите, как это смотрится, это практически такой, как же это называется, богемский шик, такой некий. Ну, да, вполне может быть. Здесь сильны, здесь поблескивания, но некоторые любят подобное сочетание. Почему нет? В конце концов. Есть очень интересная синяя коллекция, которая, я думаю, что вряд ли замечается декораторами, когда они ищут что-то под конкретные классические коллекции, потому что в классической коллекции такого синего цвета, почти кобальта, да еще с конечными хайрами, точно нет. Но если посмотреть ткани другие и попробовать помиксовать отделку вместе с ними, вместе с другими тканями, то возникают совершенно интересные другие взаимодействия, другие вкусовые ощущения, практически как повара миксуют продукты, которые вроде бы несъедобны по понятиям, а вот на вкус они появляются какие-то совершенно новые звучания. И что удивительно, я взяла вот этот хлопковый образец с очень простым принтованным рисунком, который максимум может быть сработан где-нибудь как в ткани вторая компаньон под абсолютно может быть и то не... зачем? Ну вот непонятно, для чего он существует. Вот подобная тканюха. Зачем они ее сделали? Если так на нее смотришь, какая-то структура. То есть он простой, простая эта тканюха, но раз они ее сделали сейчас, в 21 веке, значит для чего-то она нужна. И что здесь смотришь? Представьте себе, что вот к этому синему мы совместим вот этот простой хлопковый принт. Посмотрите, какое интересное появляется взаимодействие. Они обогащают друг друга и создают какую-то совершенно новую театральную историю. То есть совсем какие-то другие ощущения. И я даже не знаю, как ездить будет лучше. С какой-то простой бахромой или с бусинами или даже с вот этой с тесьмой, с этим позументом. Как-то они очень эффектно завязываются между собой. И при... Одно из любопытнейших сочетаний, которые я сейчас вам показываю. То есть это для меня было большим, большой-большой неожиданностью, что это будет так эффектно работать. Синие бусины просто начинают петь. Ну, а какие у нас сейчас самые модные, пожалуй, тенденции в декоративном убранстве? Это, конечно, обилие разнообразного позумента, который сейчас выходит в разных коллекциях. и... То есть тесьма. Вот, перевожу на язык. И здесь у компании Daylight есть совершенно два фантастических каталога. Один из которых, видимо, в работе. Я его сейчас вам не покажу. Ну, и вот этот. Дана Панорама. Мне он очень нравится, потому что каждый из этих вариантов это самодостаточное украшение, самодостаточная вещь. Здесь бисер, здесь вышивка, здесь расшивка опять же бусинами, вышивка, пайетки с аппликацией, опять же вышивка. То есть это вещи, которые красивые сами по себе, они нравятся. И они могут являться отправной точкой для того, чтобы создать уже интерьер, как некий элемент, который хочется просто использовать. Это по большому счету в отделках так и бывает. Вот нравится кисть, нравится бахрома, нравится какая-то там позумент какой-то. И как-то его хочется. Самый простой способ, поскольку они на льняной основе, посмотрите, проверите, как он будет работать, например, с теми же льняными тканями. Ну, представьте себе. Хорошо, если у нас, допустим, будут вот такие шторы с каким-то сизым рисунком, то почему другие изделия, например, те же самые простые льны, которые будут существовать в этом же интерьере, на подушках, на обивке, вот это просто однотоненько я вам возьму, не смогут быть отделаны чем-то из этой серии. Ну, я возьму сейчас самый простой вариант, который здесь приходит на ум, практически мы работаем в той же цветовой гамме, это расшивка бисером, таким стеклярусом, столбиками. Ну, представьте себе, у нас такие шторы, розы, си-за-серым отливом, и подушки в этом интерьере у нас будут тоже льняные, но отделкой вот такой стеклярусной бахромой. Мне кажется, это очень красиво, роскошное совершенно цветовое сочетание. Следующие могут быть, например, тем же расшивкой бусинами, то есть шторы, одна подушка, вторая подушка, вторую подушку можно сделать из чего? Ну, например, вернуться к некому эффекту бархата. Почему нет? Почему-то я взяла голубой с собой, ну, пускай будет голубой. Хотя, вот если возникает вот такой бархат, то, наверное, к нему хочется потемнее что-то подобрать, какую-то историю. То есть, если тон или бархат посветлее, то есть не могу сказать, что он сюда подходит. Ну, ладно. Даже вот так он лучше. Вот здесь возникает вопрос. Вот с этой тесьмой чуть потемнее. То есть, если мне хочется использовать вот такую, то мне нужно что-то более светлое, светлая вещь. Светлая история. Ну вот, вот такая какая-то вещь. Вот она. И посмотрите, какая получается очень изысканная вещь. Шторы, одна подушка, вторая подушка со светлой основой, третья, пусть будет тоже, даже, может быть, с вышивкой, с другим каким-то орнаментом, который здесь появляется. И возникает совершенно удивительная иллюзия интерьера, который становится подлинным. Почему? Потому что вот эти ручные вещи, которые существуют в этом позументе, они добавляют подлинности в интерьере. Это одно из направлений сейчас декораторского творчества. Именно ощущение подлинности каждого наполнения, наполнения этого интерьера. А вот этот тюль замечательный, допустим, если нам захочется его использовать с позументом, как он может быть или не может быть. Сложно, почему? Потому что есть дырка в нем. И ты понимаешь, что в этом случае придется ее перекрывать. То есть тесьма сюда не подходит. А если очень хочется, то как быть? Как в этом случае для этого тюля отдекорировать вот в этой коллекции, если мы предполагаем, что какие-то у нас шторы, тюль должен быть такой, отделка вот такая. Что здесь? А здесь должна быть тоже какая-то штучка. Здесь нужно искать нечто абсолютно простое. И вот это абсолютно простое из коллекции San Marina Collection Euro Patex. Оно здесь нашлось очень неожиданным образом. Вроде бы ромашки, какие-то орнаменты, но мне интересуют абсолютно нейтральные цвета и опять же вот эти бусины. Представьте себе, что я запускаю вот эти бусины по этому тюлю. Почему? Она тоненькая, тоненькая тесьма. Вот они вот здесь у меня. А дальше у меня появляется звон на подушках. Уже может быть не того темного серого цвета, а уже более светлого. Где-то вот такой переблеск. И у меня появляется два вот таких блестящих ответа. Один на тюле, а другой на подушках. Абсолютно разные коллекции, но есть некое стилевое однообразие этой в данном случае тесьмы с бусинами и позумента со стеклярусом. И получается так, что эти две коллекции, ну вот, я даже их близко показываю, они могут существовать в одном пространстве, интерьер. Вполне. А вот такие тканюхи с орнаментом могут ли они быть? Конечно, могут быть. Посмотрите, как красиво смотрится подобная история. Прочти какая-то тоже богемская рапсодия у нас получается здесь. Вот он, с этой тесьмой или с вот этой, например, тоже с расшивкой. Как-то по-другому начинают совершенно по-другому жить и вести себя тканюхи. Так что я вам желаю... А, пока перед тем, как желаю, у Daylight появилась тоже интересная очень вещь, коллекция детских каталогов от Блоссома, которые потрясли своей неожиданностью. А неожиданность складывается вот в чем. То есть каталог с самолетиками, такая милитария тематика, с камуфляжем новомодным уже какой год. И вдруг появляется тесьма, появляется пузумент почти а-ля ар-деко. И вот этот пузумент, он вполне может быть не только быть вместе с самолетиками, но он может совершенно свободно быть использованным в иных совершенно сочетаниях, в иных коллекциях, как самодостаточный элемент для декора. Ну, представьте себе, что у меня подушки вот эта елочка, а отделка на них, например, вот такой пузумент. Немножко беловатый, конечно, хочется какой-то еще поддержки этому белому, но в целом, в конце концов, почему нет? То есть это не обязательно детская эстетика. И вот в этих каталогах с большой достаточно популярностью используются разные такие самолеты. Разные именно пузументы, а вот смотрите, какой чудесный совершенно тесьма. Разные ширины подобные декоративные отделки. Ну, а теперь, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До следующих встреч и хороших вам, хорошей вам недели. Спасибо. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok